всем привет расскажу об одежде для новорожденного некоторых нюансов при ее выборе как новоиспеченная неопытная мама я потерялась в изобилии одежды предлагаемой современными магазинами будучи беременна я совершила некоторые ошибки при покупках о которых расскажу существует некоторое противоречие в мнении более старшего поколения и современных мам более молодых я расскажу о своем опыте спустя три месяца после рождения нашей малышки и так во все сезоны нам обязательно понадобится такой вид одежды как бодик за счет фиксации между ножек он не задирается ни на спинке не на животике не создает лишних складок на нежной коже ребеночка одевается он первым слоем одежды на тело и поэтому важно обратить внимание на натуральность ткани никаких примесей синтетики быть не должно это должна быть абсолютно натуральная ткань не линяющая потому как аллергию дерматит никто не отменял очень принципиальный момент эта форма горловины она может быть просто широкая на пуговичках распашная либо на кнопочках знаю что распашную не все мамы любят потому как она может оголять плечики ребенка у нас такой проблемы не возникло но тут главное чтобы можно было одеть натянуть бодик через голову ребенка минимально его побеспокоив если будет горловина тугая то ребенку будет неприятно а дети не любят одеваться и раздеваться вторым слоем одежды на бодик мы одеваем человечек это такой комбинезончик тут важный момент это форма застежки как расположены кнопки моя самая любимая форма это вертикальная по центру животика моему мужу более удобно показалось одевать малышку с диагональной формой застежки знаю вот самое неудачное на мой взгляд и не только на мой вот такая вот форма застежки она между ножек получается что не удастся они побеспокоят ребенка одеть человечек нужно натягивать через голову его целиком на мой взгляд это совершенно неудачный выбор при покупке человечка очень желательно выбирать с царапками любой момент вы можете их отвернуть для того чтобы поконтактировать ручкой малыша помассажировать для того чтобы постричь ногтики и обратно завернуть закрыть ручку у нас были человечки и без царапок мы докупили царапки отдельно в комплект но как оказалось даже самые малюсенькие крошечные детки умудряются себя их сбрасывать а следить обязательно за тем чтобы ручки были закрыты нужно потому как они могут царапать себе лицо и кроме того прочего всего прочего через ручки уходит очень много тепла на человечек опять-таки во все сезоны для совсем малюсенького ребеночка нам понадобится носочки одеваем сверху на человечек и следим за тем чтобы не было тугой резинка она не должна пережимать ножки точно до одного месяца нам понадобятся шапочки есть тоже определенное противоречие более старшее поколение рекомендует вот такие чепчики завязками за счет завязок нет не оголяются ушки и шапочка не ерзает но современные педиатры не рекомендуют рекомендуют покупать обычные вот такие вот какие-то шапочки потому как завязки небезопасные могут натирать где-то там душить ребенком травмировать его мы купили такие такие хотели попробовать и в принципе нам подошли все никакой проблем у нас вообще не возникло можно купить слюнявчик это не есть обязательно но мы пользовались потому что ребенок может срыгнуть молочком чтобы не приходилось переодевать постоянно я бы рекомендовала все-таки хотя бы один купить либо подкладывать можно еще какую-нибудь салфеточку и так бодики человечки с царапками шапочки и носочки на мой взгляд это самая интересная и правильная комбинация для новорожденных во все сезоны количество боди человечков желательно должно совпадать сколько покупать комплектов тут уже кому как удобно я не люблю стирать и сушить в пыхах думаю что должно быть не менее 10-15 комплектов но некоторые мамы говорят что им хватает 45 комплектов тем более что малыши очень быстро вырастают и некоторым необходимо покупать следующий размер уже очень скоро поэтому тут уже каждый для себя решает к чему он привык в каком режиме он живет так как наша семья не является сторонниками пеленания но ребенку все таки необходимо чувствовать себя уютно при этом не зажаты чтобы мышцы работали мы купили такие мешки покупали на вырост потому что дополнительная длина здесь вообще никоим образом не мешает одевается как жилетка на человечек сверху получается что ребенок чувствовать себя укутанным и при этом ручки и ножки работают свободно это очень удобно потому что можно одеть ребенка одним движением буквально сейчас уже в три месяца мы используем их на один памперс и футболку малышка не мерзнет в самом начале тоже использовали просто вот полностью одели бодик человечек и сверху мешок можно вообще потом дополнительно не укрывать если в комнате тепло что же добавить в прохладное время года или зимой комбинезоны классическая привычная нам модели я бы не рекомендовала для совсем крох наверное где-то с месяца будет лучше несмотря на то что они маркированы от 0 до 3 от 0 до 6 или там бывает от 0 до 9 месяцев мы понимаем что большая разница 0 и 6 или 9 рост у детей новорожденных разные но однозначно они в таких комбинезонах будут теряться ноги вытащить скорее всего не удастся придется там где-то подворачивать короче не самый удочный вариант я бы все-таки рекомендовала брать конверты либо конверты трансформеры вот у меня есть такой с отстегивающимся низом очень удобно кстати одевать они тоже вот разной длины несмотря на то что они идут от нуля и и дальше но тут как раз длина вообще не мешает если будете ездить на автомобиле не забывайте брать с прорезью для ремней автокресло иначе придется как-то вот его тоже собирать здесь это не будет комфортно ребенку однозначно все вот эти вот виды комбинезонов конвертов бывают с разными наполнениями тут уже нужно смотреть по погоде а температуре воздуха на улице могут они быть на овчине на холофайбере например а тут смотрите чтобы ребенка тоже и не перегреть в том числе не могу не упомянуть вот таких вот такие вот коконы они представляют собой конструкцию как бы конверт из одеяла полностью натуральное наполнение натуральная ткань нам очень понравилось в роддоме мы использовали так как опять-таки ребенка не пеленали клали на мягенькая было ей уютно и она при этом могла двигаться внутри а позднее мы использовали в коляске тоже очень классно нам понравилось и малышка не мерзла кстати можно внутри еще даже дополнительно чем-то укрыть если например прохладно стало можно взять с собой какой-то плед или какое-то одеяло собой шапки мы покупали шерстяные несмотря на то что зима была не очень холодная но мы взяли полностью очень-очень теплые шапки и тут они могут колоться обратите внимание на это и желательно докупить либо катоновую шапочку какую-то либо как вариант для девочки платок из натурального шелка можно подадить для того чтобы ребенку он кожа была приятно и скажу напоследок несколько слов о том что не стоило бы покупать на нулевку что сейчас бы я уже не покупала потому как мы это либо не носили либо носили но очень мало ползунки ранее всеми популярные и любимые сейчас тоже в большом ассортименте предлагается в магазинах на мой взгляд не актуальная одежда потому что по сравнению с теми же человечками она не может быть они не могут быть самостоятельным видом одежды даже одев на бодик нужно будет сверху еще одевать какую-то кофточку более того ребенок постоянно дергает ножками они все время слазят вниз нужно постоянно поправлять тугая либо свободная резинка постоянно задевает не зажившую пухочную ранку в общем не понравились нам мы практически не пользовались значит штанишки по той же причине не рекомендую они слазят резинки и тут между носочком и штанина еще остается открытый участок ножки кофточки распашонки тоже нет потому что поднимаются вверх открывают спинку и животик и нужно докупать еще царапки которые все время слетают пуговицы тоже мешают не годятся комбинезоны в классическом их виде к которому мы привыкли тоже не удобны потому что застежки вот они сверху пока застегнешь пока все натянешь все эти лямки и пуговицы ребенка нужно крутить вертеть и мучить потом же его раздевать тоже неудобно долго здесь в таких вот тоже нужно носки одевать остается открытый участок кожи туда задувает не совсем в общем удобный вид одежды платьички которые предлагаются для девочек европейскими производителями сейчас на мой взгляд вообще неприменимая одежда потому как даже в самое жаркое время года нужно будет закрывать нежную кожу ребенка от ультрафиолета нужно будет одеть либо какие-то колготы либо кофту точнее и кофту и колготы закрытие по максимуму ребенка ему будет неудобно разве что может быть на одну-две фотосессии они пригодятся так в принципе нет вроде бы все рассказала и показала наглядно всем рациональных покупок вдохновения и здоровья малышам пока пока